ВАДИМ ПОСТИЛЬНЫЙ! Привет, ребята, здрасте, добрый вечер. Привет. Так, бесит ходить по утрам в кофейню, кофе, там хрен закажешь. Спокойно. Каждый день прихожу, говорю, здрасте, а можно кофе заказать? А кое будете? Ну, капучино давайте. А какой прожарки хотите? Я думаю, ну как-нибудь прожарить, чтоб кофе получился по итогу у вас? Можно с кровью? Гарнир не надо. Хорошо. А какой стаканчик? Я думаю, я ударю тебя сейчас. Это что у тебя за спиной? 47 сиропов, сука, только попробуй. И понятно, что это не она придумала все эти прожарки, это кто-то пришел из нас. Кто-то душный, который, кто-то пришел, который, а какие прожарки тут есть у вас? А можно вот, чтоб вот горько было, вот пенка и чтоб кисло, как моя морда вот эта вонючая? Можно? Я уверен, на самом первом стаканчике было написано «Гнида». Понятно, что это все делается, чтоб нас заманить. Иногда, знаете, общепит перебарщивает. Знаете, когда ты приходишь, эти официанты дают 100 меню вот эти, ты приходишь и говорит, вот наше основное меню, вот летнее меню, вот акции, вот постное меню, вот веганское меню, вот винная карта, вот чайная карта, вот кальянная карта, вот карта России, карта сокровищ, карта тройка, ну и валет бубновый тоже на. Я хочу, чтобы, когда она говорит, чем будете платить, такой, ну смотрите, есть наличные, есть безналичные, есть подарочная карта, бонусы, рубли, спасибо, пожалуйста, фокус могу показать. Да, и в целом в России нет культуры общепита, потому что бармен, официант в Европе считается нормальной работой, но нюанс в том, что там посетители еще ходят добрые, вежливые люди. У нас кто ходит? Мы. Все мы знаем, что мы за люди, правильно? Обращайте внимание, что в книге жалоб и предложения никогда нет предложений никаких. Только жалобы. Но я, честно говоря, видел один раз предложение, там было написано, предлагаю вашему кафе в аду гореть. Нормально. Что только, что только они придумают, есть должность помощника официанта, представляете, помощник официанта. Вот есть помощник прокурора, помощник судьи, губернатор, режиссера, и официант такой, мне тоже надо. Я вообще понял, для чего он нужен, помощник официанта, знаешь, для чего? Чтобы когда ты что-то заказал, тебе вообще другое. Принесли, а помощник официанта стоит рядом, и как крыса. Да нет, вы не это говорили, я слышал. Сомелье еще. Ну, Сомелье, я понимаю, если ты пьешь вино за 20 тысяч евро, там нужен чек, чтобы объяснил тебе, кредит выдал сразу на это вино. Но мы же не пьем никто такое вино за 20 тысяч. Кто-то пьет такое вино, попадешь. Кто пьет вино за 20 тысяч евро? Есть такие люди? Вот, чисто нищими собрались поугарать, правильно? Правильно. Но я думаю, ладно, коль я шутки пишу, надо мочасть изучить. Сходить в заведение, где есть Сомелье. И я прихожу в заведение, спрашиваю Сомелье, расскажите про вино. И он такой... Это вино. Я думаю, ты трахнуть меня вздумал. Про вино будет что-нибудь? И он такой, ты когда пьешь это вино, ты словно оказываешься на лазурном берегу. Бежишь вдоль пляжа к закату, где лепестки свежепавших цветов впадают в унисон с послевкусием корицы. И я такой, я люблю тебя. Можешь трахнуть. Да, все, помочь Коэффицианта, Сомелье, Зазыва, Уличный, это чтобы с нас деньги выманить, правильно? Но я, честно говоря, такой человек, я всегда ведусь. Я недавно себе так купил второй увлажнитель воздуха. Я думаю, микроволновки нет, еды нет, но кухня увлажнена прекрасно у меня. И все равно увлажнитель воздуха какая-то московская покупка, потому что я матери в Краснодар не могу объяснить это. Недавно звоню и говорю, купил себе увлажнитель воздуха. Она такая, ты там не балуйся. Я говорю, ну увлажнитель воздуха. Она такая, что с ним? Ну увлажнять влажно. А раньше как было? Было, не влажно. Было сухо. А что если сухо? Я говорю, ну у меня кожа трескается. Она говорит, у тебя там в Москве морда, сука, трескается. Постоянно совершаю необдуманной покупки. И психологи говорят, надо просто себя спрашивать, прежде чем купить что-то. Нужно спрашивать себя, а действительно ли мне это нужно? Но мне это не помогает. Если я спрашиваю, а действительно ли мне нужен второй увлажнитель? Очень нужен. Говорят, удержитесь. Легко удержаться. Думаю, алло, мальчики, вы в Икеа были вообще? Там же все такое красивое. А скидки только сегодня, завтра не будет уже. Недавно был там, ничего не купил. Чисто карандашей наворвал. Удержался. Подхожу на кассу, а там подставка для карандашей. Думаю, ах вы, суки. Всегда это есть богатый друг, мерзкий в окружении. Знаете, вот этот, который недавно пошел в Apple за зарядку. Не удержался и купил новый iPhone. Знаете, я недавно ходил в этот магазин и прям удержался. Удержание прекрасно произошло. Я, может, и рад был бы не удержаться. У меня карта моя, продавец, удержали хорошо. Говорят, иди в Дикси яблочки погрызи, бестовач. Пришел. Да, я вообще знаю, что поможет, чтобы не совершать необдуманной покупки. Знаете, что? Бедность. Какая-то бедная и плевать на воздух. Там сухой, влажный, кое в метро напердели. Да, и ты совершаешь покупки, чтобы восполнить эмоцию внутреннюю. Тратишь деньги. Но у меня есть решение, что надо делать. В такой ситуации надо делать возврат. У тебя и деньги остались, и эмоции. Продавец там в шоке, правда. Пытались вернуть когда-нибудь что-нибудь. Когда ты такой приходишь, он такой, ну это заявление надо писать. Это у меня юристов пригласить или что? Пугает. Но это заявление надо писать. Я думаю, ну напишем. Ручка есть. Я после вас пойду в канцелярскую еще сдам. Все, всем спасибо. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в игре и нет преграда верной победы. Мы в огне, мы на волне. Нам бы запомнить каждый момент. Мы фавориты. Мы любимчики. Мы любимчики-неповторимчики. Мы легендарики. На воздушном шарике. Все, не усмешняй, кто бы ты ни был. Так, а нас сколько? Четыре. А сколько у нас ртов для шуток? Четыре. А сколько у нас высших образований? Четыре. У кого два? Самые крутые комики будут биться за самый крупный приз в истории телевидения. 30 миллионов рублей. Я таких круглых глаз у Нурлана никогда не бьюсь. Мы в игре и нет преграда верной победы. Я в игре. Я в игре. Игра. Свой. На ДНТ. Свой.